Пять дней потребовалось, чтобы приготовить этот кулинарный шедевр, а еще больше сотни килограммов муки, 400 яиц, около 20 килограммов сахара и маргарина. На каравае вся Кубань, от колоссистых полей до виноградников. Символ дня урожая готов. Остались детали. Очень много времени уходит на изготовление украшений. Они очень мелкие, их нужно вручную все делать. Это ромашки, цветочки полевые, маки, мельница, рог изобилия, все украшения, корона, самого каравая. Вот он уже во всей красе ждет своего часа. 200-килограммовый символ урожая этого года. Кубань побила собственный рекорд и собрала 10 миллионов 152 тысяч тонн зерна. Это общая победа хлеборобов, агрономов, ученых, механизаторов, селекционеров и комбайнеров. День урожая на Кубани празднуют шумно. С песнями, танцами, а еще хлебом и солью встречают дорогих гостей. Большой праздник начинается прямо на улице. Перед Олимпом на один день построили кубанские хаты и куреня. А в них все дары Краснодарского края. Овощи, фрукты и, конечно же, хлеб. Кубань, она полна душою. Вот как работают от души, так и празднуют от души. И стол от души накрывают. Смотрите, везде слово полный, главное. Жизнь на Кубани полна этой самой жизни. Солнца полна, воздуха простора полна. Поэтому Кубань, она такая всегда жизнелюбивая. Я не знаю, как у станичников, но у городских уже слюнки текут. И здесь готовы накормить всех настоящими кубанскими продуктами. И говорить об импортозамещении уже не приходится. За такими результатами кубанских аграриев вкроются не только разработки ученых и современная техника, отмечает советник президента, а в прошлом министр сельского хозяйства России Николай Федоров. Но и работоспособность, и характер земледельцев. К слову сказать, Федоров специально приехал на Кубань в день урожая, чтобы поздравить хлеборобов с их праздником. Вот есть такая общеизвестная народная мудрость российская. Один в поле не воин. Но кубанцы эту пословицу, эту мудрость, они скорректировали. Насколько мне известно, и один в поле воин, если он по казачьи скроен. И в этом смысле вот характер кубанцев, который мы сейчас наблюдаем, это еще все-таки сохранение вот этого духа, вот этих традиций. Всех, кто работал над новым рекордом, уже в зале поздравляет и благодарит глава региона. Сегодняшние 10 миллионов тонн зерна – это не предел, отмечает Вениамин Кондратьев. По мнению селекционеров, регион может собирать в среднем до 100 центнеров с гектара против сегодняшних 60. Наш урожай в этом году богатырский. Он весит более 10 миллионов тонн. Это настоящая победа. Вы добились ее, как принято в казачьем крае. Как добивались ее наши отцы и деды. Трудом и потом. Благодаря вам наша страна вновь на передовой. Россия вошла в мировые лидеры по экспорту зерна. А наш Краснодарский край, наша Кубань смело держит статус гаранта продовольственной безопасности страны. И я уверен, мы все уверены, что сможем накормить не только себя, но и всю Россию. Хочу вам сказать огромное спасибо за рекордный урожай, за труд и за любовь к родной земле. С праздником, с богатырским урожаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Накормим все. Кубань, Россию, Москву. Всех накормим. Хлеба собрали достаточно. Чемпионы жатвы в качестве главного приза получили автомобиль. В отличие от своего земляка, Александр Веретенников стал лучшим во второй раз и снова пополнил домашний автопарк. Второй раз, наверное, еще волнительнее, чем первый раз. Чувства победителя. Какие чувства? Радости, гордости. В 2014 году Молот Краевой был на день рождения моей супруги. Я ей привез такую машину, а теперь себе заработал. Бесна и отдыха, всю уборочную страду, и они лучше других знают цену этого урожая. Для главных виновников праздника и большое красочное шоу. Лучшие творческие коллективы региона. Кубанский казачий хор, артисты Краевой филармонии, музыкальный театр. Все на одной сцене. В постановке задействовано несколько сотен человек. Все номера готовили специально ко дню урожая. Поздравить хлеборобов на Кубань приехала Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Елена Касабова, Мария Крошная, Денис Москаленко, Денис Перец и Юрий Дешин. Кубань, 24, Краснодар.